Внедрение бережливого производства является фактором выживания. Как оценить эффективность проекта внедрения бережливого производства? В этом смысле экономический эффект является следствием. Сходит всегда очень круто звучит, что бережливое производство, оно не существует для того, чтобы экономить. КПИ хотя бы по количеству рационализаторских предложений. Привет, я Оксана Деревенко, руководитель клуба «Эффективные бизнес-системы». И сегодня у нас в гостях Сергей Литти, доктор бизнес-администрирования, профессор практики при Академии народного хозяйства. Человек, который занимается вопросами бережливого производства уже, наверное, больше 20 лет. И у Сергея есть своя очень активная школа по внедрению практик бережливого производства. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Очень приятно сегодня с вами побеседовать по поводу бережливого производства. Да, и мы пригласили Сергея для того, чтобы обсудить один достаточно такой узкий вопрос, который часто возникает на нашей площадке. Это то, как оценить эффективность проекта внедрения бережливого производства. Ведь сегодня российские компании очень активно внедряют методы ЛИНА. Эта реализация дает очень хорошие практики. У нас на нашей платформе коллеги рассказывают, что продуманное внедрение инструментов бережливого производства выстроено в единую систему, приносит отличные экономические результаты. И представители ведущих российских компаний приводят много положительных примеров об эффекте, выраженной в экономии финансовых ресурсов, людских ресурсов, экономии электроэнергии, производственных площадей. Что, в конечном счете, делает компании более эффективными, более производительными, ведет их к экономическому успеху. Но вот Сергей, наверное, меня поддержит, что даже на старте таких проектов всегда возникает вопрос, а как оценить эффективность вот той работы? Вот давайте, Сергей, начнем с момента, когда идет только, компания только подходит к теме внедрения ЛИНА, к теме внедрения инструментов бережливого производства, и когда хочет выстроить это в одну большую программу, руководство однозначно задает вопросы, а какие результаты мы получим? Что здесь отвечать? Слушайте, отличный вопрос, он раз за разом звучит, и приятно, что еще раз есть возможность высказаться по этому поводу. Слушайте, ну вот когда мы говорим о результатах и эффектах экономических или каких-то иных при внедрении бережливого производства, следует учесть, что в современном положении дел во многих отраслях внедрение бережливого производства является фактором выживания. То есть, если вы находитесь на высококонкурентном рынке, где ваши конкуренты внедряют бережливое производство, то вы не можете не внедрять, понимаете? И опыт мой и опыт других компаний говорит, что вот как только в какой-то отрасли появляется значимый игрок на конкурентном рынке, который внедряет бережливое производство, у других просто шансов нет. И этим объясняется тем, что, например, первый пример внедрения бережливого производства, они были связаны с автомобилестроением, потому что это отрасль. Первый способ – это бенчмаркинг, то есть, мы можем говорить про экономические эффекты, то, конечно, есть несколько способов, которые позволяют нам оценить или прикинуть экономические эффекты. Первый способ – это бенчмаркинг, то есть, мы можем посмотреть на другие компании, которые внедрили в бережливое производство, аналогичные, схожие по технологии, по отрасли, по состоянию конкурентоспособности. И если мы видим, что там, внедряя те или иные инструменты, компания рассчитывает, получает экономический эффект тот или иной, то мы можем предположить, что в нашей компании тоже есть потенциал. То есть, такой бенчмаркинг может быть одной из основ для экспертной, первичной оценки эффективности от внедрения инструментов бережливого производства. Вторым способом является оценка потерь, которые есть. Как раз на старте проектов многих мы видим при анализе потока вот эти самые потери, которые можно конвертировать в экономические расчеты. Наибольший экономический эффект всегда, когда есть неудовлетворенный спрос. Что это значит? Это значит, что когда рынок растет и компания просто не поспевает за спросом. Вот если вы видите такое явление в вашей компании, что вы увидите, что вы не можете в полном объеме удовлетворить заказы или потребность ваших клиентов, вот вы можете смело рассчитывать на то, что именно бережливое производство без учета технического модернизации или переоружения позволят вам получить экономическую эффективность за счет закрытия именно этого внедрительного спроса. Можно на него опираться для того, чтобы понять, какой потенциал экономического роста у нас есть. Ну и здесь тогда нужно сразу же говорить о том, что вот все мероприятия программы ЛИНа, они должны быть в первую очередь направлены на сокращение издержек по процессу, на сокращение времени. Вот так или нет? Я бы сказал, что есть три ключевых направления, куда мы направляем свои усилия, с точки зрения именно экономической эффективности здесь очень важный момент. Прежде всего, ну самый большой экономический в моем пути дает прирост маржинального дохода. Что такое маржинальный доход? Это выручка от реализации минус, безусловно, переменные затраты. То есть здесь опять два фокуса появляются. Если мы находим что-то, что позволяет нам увеличить выручку от реализации, о чем я говорил, вот этот неволокационный спрос, это будет вести к экономической эффективности. А безусловно, переменные затраты, это те затраты, которые связаны с сырьем, с материалом, с системой оплаты труда. То есть то, что непосредственно участвует в продукте, формирует ее прибавочную стоимость. И вот если мы там что-то находим, то у нас получается как раз прирост такой существенный, потому что это тиражируется во многих, там в тысячах штуках, которые вы выпускаете. То есть первое, куда мы направляем свой фокус внимания, можем ли мы увеличить наш маржинальный доход. Второе, это операционные затраты. Ну, проще говоря, все остальные затраты. Когда вы говорите о поиске потерь, то возможно, имелось вот эти две компоненты прежде всего. Но есть третий очень важный компонент, на который редко обращают в компаниях, это называется связанный капитал. Связанный капитал – это все активы компании, кроме денег. То есть мы купили оборудование, вложили в сырье, в материалы, в незавершонку, готовую продукцию, которая не нашла своего потребителя. Ведь мы как бы заморозили средства. Вот бережливого производства, пожалуй, один из немногих подходов, который работает с вот такого рода потерями. То есть мы за счет ускорения процессов, за счет повышения эффективности использования производственных активов увеличиваем их оборачиванность. И таким образом мы вот этот размер связанного капитала или уменьшаем в физическом объеме, за счет труднооборачиванных неликвидных запасов, за счет сокращения дебюторской задолженности, незавершенного производства. Или же увеличиваем оборачиваемость, то есть скорость оборота наших производственных активов. Поэтому три фокуса – рост маржинального дохода, снижение операционных затрат и снижение связанного капитала. Вот три направления, если мы говорим опять-таки про экономическую эффективность, куда мы направляем свои усилия. Но очень важный момент, чем отличается бережливое производство, скажем, от финансовых методов управления затратами или бюджетных методов затрат. Очень важный момент, и вы тоже об этом говорили, что мы, знаете, мы не финансисты, мы не открываем сметы и не смотрим, а вот здесь у вас там что-то много тратится на командировочный или на ремонт оборудования. И вот здесь у нас есть специалисты по бережливому производству, которые являются ловцами времени и создающей ценности. Мы вот как раз ловцы времени и создающей ценности. И вот эта экономическая эффективность, в чем особенность, она возникает именно в связи с концентрацией на времени и не создающей ценности. То есть мы смотрим не финансовые отчеты, а мы наблюдаем за временем, сокращая время и создающей ценности. И в этом смысле экономический эффект является следствием вот тех усилий, которые ловцы времени и создающей ценности находят это время, оптимизируют. И экономическая эффективность, это, знаете, это как бы средствие. Сергей, извините, если вы говорите, что экономическая эффективность это уже следствие, но все-таки компании, когда приступают к внедрению инструментов бережливого производства, у них задача повысить экономическую эффективность. Давайте вернемся вот к тому, что вы говорили, что один из инструментов это бенчмаркинг. А что еще может быть? Ну, можно посмотреть лучшую практику внутреннюю. Что это значит? У нас внутренняя практика, возможно, многие не задумываются, но вот если посмотреть, как работал завод, предположим, за какой-то период, там, времени, то мы поймем, что есть вот удачные дни, да, есть не очень. То есть реально производительность или какие-то производственные показатели, они такие колеблется. И если мы возьмем по верхней границе производительности, там, или по верхней границе качества, или скорость упоминания заказа, и предположим, что, ага, вот у нас же были какие-то дни, когда, или там смены, или месяца, когда мы демонстрируют эту хорошую производительность, а в остальные месяца у нас там снижение, предположим, происходило. Или же вот один завод, другой завод, одна смена, другая смена. То есть иногда вот экспертно оценить потенциал экономического роста мы можем просто предположив, что если мы возьмем лучше нашу практику, не внешний, не внешний бетчмарк, а внутренний бетчмаркет, возьмем лучшую практику нашего предприятия и предположим, что мы смогли бы так работать в течение года, то это тоже может дать какие-то ориентиры для вот такого оценки потенциала экономического роста. Вот весь бетчмаркет показывает о чем. Иногда, вот если прям экспертно посмотреть, я считаю, что любой проект по бережливому производству, он дает прирост производительности не менее 20%. Можно сказать, в районе 30%. То есть, например, когда я реализую проекты... Ну, это такая средняя практика по рынку, независимо от индустрии, независимо от той ситуации, в которой было изначально предприятие, то, к чему мы хотим прийти. Вот, то есть это вот такая, как бы, еще более экспертная оценка. То есть можно прикинуть. Полтора-два раза это тот, объем брака, который... Ну, средняя практика, опять-таки, показывает сокращение. Сокращение запасов примерно 5-10%, ну, как минимум еще. Вот минимальные границы по опыту мы тоже можем применять. что-то в тех, кто не хотел бы там, что он не имеет какие-то информационные деньги. В том числе и в тех, кто не сделал их как они ни с вами, но это было очень важно. В том числе и в этой ситуации. В том числе, в том числе и в их же время, для того, чтобы покупать покупки свои данные, ну, то есть мы учились как бы всем нашимabilirre. Ну, и там этого, где у нас есть конструкция, а вот это неправданоизменное количество. то есть что это такое это создание корпоративной культуры определенной сконцентрируйтесь не на экономической эффективность пошли кличка эффективность это следствие но следствие чего средства того что вы людей увлекли в эту работу сервис того чтобы развернуть систему проектами то что обучили отношение к деньгам должно быть примерно таким же как к еде вот смотрите чтоб человек выжил да он должен есть это очевидно вот человек без еды умрет просто но чак не живет чтобы есть бирже производства она не существует для того чтобы экономить но бережливо производства который не приводит к экономике это не бережливо производства но здесь вот есть такая подмена причины и следствия поэтому я понимаю почему это происходит всегда очень круто звучит что там сотни миллионов экономического эффекта то предполагается или достигли но это все следствие поэтому концентрируйтесь на стратегии на скорости процессов на сформирование уникального клиентского опыта ваших клиентов за счет скорости за счет качества концентрируется на оборачивающейся активов на увеличение сотрудников процесса производства ну процесс улучшения прошу прощения но проекты все остальное приложится посмотрим с другой стороны ай мы часто публикуем новости о том что вот такая-то компания читалась результатах работы там за такой-то период и было внесено там такая допустим сотни рационализаторских предложений которые принесли к таким-то миллионам экономического эффекта стоит ли компаниям для себя внутри ставить допустим какие-то кпи хотя бы по количеству рационализаторских предложений либо по количеству сотрудников которые включены в программу бережливого производства непрерывного совершенства не нужно ли задавать какие-то вот знаете как сегодня очень модно такие количественные показатели здесь очень сильно зависит от культуры компании потому что мы сейчас пытаемся дать универсальный ответ для множества разных компаний находится на совершенно разных этапах авиационного развития но если все-таки усреднять да то я так скажу что мне не очень нравится ключевой показатель эффективности связан с количеством полезных предложений с увлеченностью но с ним с этим показателем лучше чем без него вот так скажем для вас для вас ты будешь идти к оценируем изобразительной как-то возможей струны для них решает системы особенно если речь идет о культуре власти на культуре правил там это очень хорошо работает есть игорьie культур более высокого уровня культур достижений культур согласия до каких-то то скорее всего какой-то момент какой-то момент какой-то момент работа по генерации день должно стать частью корпоративной культуры то есть такой потребностью сотрудников и естественно фон их работы но начальных этапах я рекомендую такие какие показатели ставить, связанные с экономической эффективностью, сколько бы я ни ворчал по этому поводу, и по количеству полезных предложений, и какие-то другие метрики, связанные с… Мы еще видели очень интересную метрику – это количество внедренных предложений, реализованных предложений от количества внесенных, потому что, чтобы, так сказать, стимулировать именно вносить полезные те, которые будут вести к практическим каким-то результатам мероприятия. В своей практике я применяю только количество внедренных полезных предложений, потому что количество подных звучит, конечно, гораздо круче, потому что их больше, но все-таки, знаете, такая, ну, мне кажется, отчасти манипуляция. То есть, нас же не интересует не количество подных, а количество внедренных. Да, количество внедренных гораздо важно. Сергей, отдельная проблема для компании – это оценка эффективности инициатив, которые направлены на снижение рисков и повышение лояльности клиентов. Вот можно ли здесь каким-то образом оценивать эффективность внедрения? Опять вернусь к вопросу «Зачем?». Зачем проводить эту оценку или зачем внедрять? Нет, зачем проводить экономическую оценку, понимаете? То, что касается оценки рисков, в принципе, можно сосчитать. Затраты времени большие. То есть, вот в тех компаниях, где я работаю, это количество предложений в год может быть тысячи. И значительная часть из них, ну, какая-то часть из них связана с расчетами экономического эффекта. И если подходить к этому вопросу чрезвычайно скрупулезно, ну, прямо вот прям расчеты делать, представляете, какая нагрузка на экономические службы ложится? Потому что нужно обоснования, технико-экономические, расчеты, нормы. Это такой клубок разворачивается. Когда у тебя одно предложение, ты можешь этим возиться. А когда их много, я не знаю, зачем это нужно. Если мы понимаем, что какое-то предложение снижает риски в области охраны труда промышленной безопасности, зачем считать экономический эффект от него? То есть, какой профит реальный для компании? Что она получит, получив вот эту цифру? Во-первых, риски можно считать по прецедентам ранее свершенным. То есть, есть риск, который повторяется раз за разом. Мы видим экономические потери, которые приводили к этим рискам. Например, аварии, периодически называют аварии. И мы понимаем, что авария такого класса – это какой-то размер потерь. То есть, можно сделать по прецедентам. Это более-менее просто. А вот если говорить о тех рисках, которые не имеют таких прецедентов прямых, то, конечно, здесь, это, во-первых, можно считать, еще раз повторюсь, но здесь есть методик, называется «Анализ причин и последствий отказов». То есть, где мы можем считать вероятности, степень влияния. Ну, это просто очень, так сказать, непростая экономическая и расчетная задача. Скажите, пожалуйста, на вашей практике вы встречались с компаниями, ну, желательно достаточно крупными, которые подходят к вопросу внедрения инструментов ЛИНС с точки зрения оценки их дальнейшей экономической эффективности, когда нужна какая-то мотивация? Или все-таки компании больше идут по такому наитию, потому что это знают о том, что это инструменты работающие и однозначно нужно внедрять? В большинстве компаний, с которыми я работаю, всегда считаются экономические эффекты, но там, как бы, очень… Я рекомендую всегда упрощать, упрощать, делайте конвейер идей. Не все предложения, имеющие потенциал экономический, вот прям рассчитываются. Ну, смотрите, я приведу простой пример. Мастер вот работал в цеху и придумал оснастку, которая позволила ускорить переналадку. Мы понимаем, ага, у нас производитель станка возросла. Стоп рассчитать экономический эффект, нам нужно сосчитать, сколько такого типа деталей выпускался или будет выпускаться. Это поражает настолько большие затраты времени на расчет экономической эффективности, что я смысла в этом просто не вижу. А так упереться почему? Все можно считать. Никакой патологии нет. Но представьте еще раз, все работает на уровне одного предложения. А теперь еще попробуйте совершать 100 предложений экономических эффектов с огромным техно-экономическим обоснованием. Если вот кто-то хочет переться и прям считать, огромная нагрузка. Тех компаний, где предложений много, все-таки идут по пути упрощения. Например, в тех компаниях, где я работаю, есть такой понятие как условно-экономический эффект. Это что значит? Есть вот как с оснасткой, это реальный пример. То есть мы понимаем, что да, это предложение несет под собой какую-то экономическую эффективность. Но расчет экономической эффективности очень сложный. Смотрите, что мы можем предположить, но это опять-таки будет очень условно. И тогда мы говорим, что мы понимаем, что здесь есть какой-то экономический эффект, мы его не будем считать, мы тебя стимулируем, оплачиваем тебе деньги, исходя из какой-то фиксы, фиксированной суммы, которая выше, чем мы понимаем. То есть мы понимаем, что мы понимаем, что там есть потенциал, экономисты или производственники на местах, они понимают на самом деле, вот к чему оно ведет. Я бы так сепарировал бы, то есть разделял, исключительно для того, чтобы упростить методику расчета. Спасибо, Сергей, большое. На самом деле мы вас услышали, что не нужно слишком серьезно и скрупулезно подходить к оценке эффективности и отдельных элементов системы бережливого производства, отдельных рационализаторских предложений, так и в целом при подходе к началу работы. Правильно я вас поняла? Не то, что несерьезно или несерьезно, просто подумайте само по себе. Ведь расчеты экономического эффекта по бережливому производству или по предложению – это время, не создающее ценность. Даже с точки зрения этого процесса. Какая ценность создается, когда мы не внедряем бережливый производство, а направляем усилия двух, трех, десятка людей на расчет экономического эффекта? Какая в этом реально невыдуманная экономическая эффекта, а какой профит получает компания? Вот она посчитала, что теоретически это предложение принесет миллион рублей. Вы начните работать, у вас потом это проявится, если это есть. Зачем расчетный экономический эффект, когда можно получить физический реальный эффект, когда ты это внедришь? И мой посыл не в том, что несерьезно относитесь, а просто упрощайте, снижайте трудозатраты на действия, которые не создают ценности. А в некоторых случаях надо считать. Примерно 5-10% от всех предложений, которые встречаются в моей практике, требуют более серьезного обоснования. Спасибо большое, Сергей. Спасибо за ваше мнение и за ваше время, то, что вы уделили нам. Будем прислушиваться к вашим советам. Спасибо, что дали возможность высказаться. Увидимся.